Этим вечером в небо над городом Киржач поднялся огромный, длиной более полусотни метров. Дирижабль, крупнейший в стране и пока единственный официально зарегистрированный в качестве воздушного судна. Сегодня он совершил свой первый полет. Дирижабль нового поколения, оснащен автопилотом и высокотехнологичными навигационными приборами. Использовать судно будут для аэрофотосъемки и никого, кроме экипажа из двух пилотов. На борт пока не пустят. Георгий Гривин наблюдал за взлетом с воссозданной площадки для дирижаблей. Пилот поднимается по трапу и занимает место в кабине. Если смотреть изнутри, вроде бы ничего необычного. Стандартный набор приборов. Есть даже автопилот. Все приборы, которые вы видите на доске, и эта вся система комплектующих, она стандартная, традиционная. И испытательные полеты, и эксплуатация производится по тем же правилам, по которым летает вся гражданская авиация. Но взгляд снаружи сразу обещает, полетит он сегодня на чем-то летательно необычном. Дирижабль, в переводе с французского, управляемый летательный аппарат, который легче воздуха внутри огромного баллона гелий. Дирижабль это единственный летательный аппарат, который не взлетает, а отчаливает вот от этой мачты. В воздухе он не летит, а плывет. И потом не совершает посадку, а причаливает. Впрочем, звук от двух двигателей, каждый по 170 лошадиных сил, в полете вполне самолетный. Пилот Игорь Куликов, он же по совместительству директор дирижабля Дрома, специально построенного у Владимирской области, начинает с исторического экскурса. Да, когда-то дирижабли проиграли конкуренцию с самолетом и вертолетом. Страны мировые были очень богатыми, и все воевали друг с другом, и надо было летать дальше, выше и быстрее, вы помните. Сейчас и существует спрос на экологические аппараты. Но авиаэкзотикой свое детище российские дирижабли-строители считать отказываются. АУ-30 это полноценное воздушное судно, прошедшее все испытания и получившее сертификацию. Правда, лицензию на перевозку пассажиров пока не дали, поэтому в демонстрационный полет дирижабль летит только с пилотами на борту. Но может они когда-нибудь появятся, станут заполнять салон с посадочными талонами и ручной кладью. Открыть, и сегодня это очень актуально, например, маршрут на дирижабле Москва-Владимир. Железных дорог, знаете, проблемы с железной дорогой. Горьковская трасса, всем понятно, да? То есть добраться сюда бывает иногда в районе пяти часов. Естественно, это не дешевое удовольствие, но тем не менее, я могу вспомнить, сколько стоил, по-моему, билет в районе трех тысяч. В Западной Европе дирижабли активно используются в рекламных целях. Над Парижем давно парят коммерческие цепелины. Но российские покорители дирижаблестроения, оказывается, собираются зарабатывать совсем не на рекламе и даже не на туристах. Колоссальная ниша – это геологоразведка. Геологоразведка больших отдаленных территорий. Дело в том, что дирижабль является практически идеальным носителем для оборудования, позволяющим осуществлять такой мониторинг и позволяющим осуществлять эти программы геологоразведки. Ау-30 завершим полет в лучших традициях. Гадпоинт и специально сброшенные тросы поймала специальная же причальная команда. Широкой публике флагом на российского дирижабельного флота теперь покажут на авиасалоне «Макс». Но главная надежда разработчиков пока томится в ангаре. Через несколько лет обещают выпустить в небо принципиально новый транспортный дирижабль «Атлант». На своих плечах он, видимо, и должен будет вынести всю тяжесть конкуренции с той авиатехникой, которую мы сегодня считаем привычной. Георгий Гривин и Игорь Мичкин, Рафаэль Раджев, НТВ, Владимирская область.